Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmort. На очереди у нас настройки блога. То есть блог – это статьи. Чтобы это все посмотреть, конечно же, вам нужно зайти в записи, наполнить статьями, чтобы можно было настроить внешний вид блога. Далее у меня, допустим, на этом демо-сайте никак не выведен пункт меню «Блог». Для тех, кто совсем новичок, тоже может этого не знать. Поэтому, когда вы записи добавите, следующим образом мы идем в страницы. Видим, у меня здесь не создан блог. Нажимаем «Создать страницу». Не обязательно названием может быть блог. Может быть все, что угодно. Статьи, новости. Я называю просто «Блог», сохраняю страницу. Далее переходим в меню. Если у вас автоматически не стоит галочка «Добавлять пункт меню», тогда надо вручную добавить его в наше меню. Опять же, я не туда его добавил, это в категории. Переходим в «Майн меню». И уже сюда я блок добавляю. «Сохранить меню». Далее обязательно переходим в «Настройки», «Чтение». И вот здесь вот нужно страница записи. Обязательно выбрать ваш пункт меню, который только что создали для блога. «Сохранить». Теперь пункт меню «Блог» у меня выводится. Вот я просто на него перехожу. Это тестовая статья. Я здесь ничего еще не настраивал. Вот так вот из коробки выглядят симпатично. Анонсы с записей. Если провалимся в любую статью, вот так вот выглядит статья. И давайте посмотрим, какие здесь есть настройки. Вот тема «Вудморт», естественно. Переходим в «Вудморт настройки». Дальше переходим в «Блог». Опять же, здесь мы решаем, будет ли сайдбар в блоге справа-слева, либо вообще без сайдбара. На ваше усмотрение. И дальше размер сайдбара средний, маленький, большой. Ну, мы с вами уже знаем, что это такое. Если вы планируете в вашем блоге использовать картинки в виде галереи, вот здесь вот есть такая опция, которая заменяет стандартную галерею WordPress. Опять же, это чтобы это увидеть, как это будет выглядеть. Вот на миниатюре мы это видим. А в реале это надо, наверное, загружать изображение и там смотреть уже. Это у нас, что касается макета блога. Дальше здесь у нас есть архив блога. Архив – это получается вот эта страница. Она называется архивом. Вот эта страница. И самое интересное – это вот это все. То есть как может выглядеть отображение нашего архива. Поняли, да? То есть здесь у нас выравниваются в одну колонку все статьи. И это смотрится симпатично. Здесь у нас анонс текста, продолжить чтение и русские социальные сети. Они, кстати, идут от тех настройок, которые мы ранее настроили. Все то, что мы выбрали для магазина, все то же самое. То есть это кнопки «Поделиться статьей» в социальной сети. Здесь уже поиграетесь, как вам больше нравится. Дальше стиль блога плоский с фоном. То есть это получается с тенью и без тени. Дальше. От «Shadow» – это показать кнопки «Поделиться». Если посмотрим без них, во-первых, вот другой вид я выбрал. И кнопок «Поделиться» здесь я не вижу. Пускай будет, наверное, «Массон-ресетка». Дальше. «Макет». Сколько колонок? Три штуки у нас в ряду статьи. Давайте сделаем две. Причем это делается для компьютерной версии. Также можно настроить. Для планшета стоит автоматически. И для мобильных устройств можете сами выбрать, сколько колонок. Обычно это одна колонка. Пространство между постами – это в пикселях 20-30, я считаю, 20 много, поставим 10. Разметка блога. То есть это внизу постраничная навигация. Бесконечная есть прокрутка. И кнопка «Загрузить еще». Давайте поставим. Давайте на этом уровне сохранимся. Достаточно интересные настройки блога, конечно же, здесь присутствуют. Вот по две колонки в ряду. И если было бы больше здесь статей, была бы сейчас здесь кнопка «Показать еще». Следующие настройки – показывать ли отрывок текста полное содержимое. Но лучше делать отрывок. Если отрывок, то длина анонса можем измерить словами 135 слов или по буквам. Ну, чтобы описание у каждого анонса было одинаково между собой и автоматически обрезалось у блога. Дальше элементы. Заголовок для постов можно скрыть, чтобы он не показывался. Дальше. Метаинформация. Тоже хотите выводить, хотите нет. Здесь вот в подсказках все видно. Текст поста, анонс, выводить, не выводить. И кнопка «Подробнее» тоже «Скрыть». Можно скрыть, потому что картинка у нас все равно является ссылкой. Давайте посмотрим. Вот кнопки скрылись. Следующая опция для блога – это рассматривается одиночная, когда мы проваливаемся внутрь. Вот эта страница именно со статьей. Человек может оставить комментарий. Тип дизайна – одиночной записи. По умолчанию – большое изображение. Давайте это посмотрим. Здесь можно подцепить произвольную хедер. Мы с вами тоже разбирали, когда разбирали шапку с сайта. Здесь есть по умолчанию и наша вторичная шапка. То есть для блога, если хотите, чтобы отличался верхушка, то можете здесь создать новую. И здесь ее подкрепить. Дальше идут элементы, то есть поделиться. Кнопки «Поделиться» оставляем или нет. Дальше навигация по записям «Назад-вперед». То есть следующая и предыдущая запись. Я рекомендую это все, конечно, оставлять. Биография автора показать или нет. Но чтобы биография показывалась… Сейчас я вам покажу, где надо это заполнить. Дальше похожие записи обязательно тоже оставляем. То есть если мы сейчас посмотрим, кнопки «Поделиться». Вот следующая статья. И автор у нас не выводится. Чтобы автор выводился, вам нужно зайти с пользователя, зайти в свой аккаунт и задать обязательно биографию, текст, биографию о себе. Там имя, фамилия, те поля, которые считаете нужным заполнить, заполняете. И информация должна выводиться. Да, кстати, картинка у нас сзади, видите, какой линии в анонсе выглядит. Она как бы граунд у нас считается. Поэтому имейте в виду. Это вот здесь. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok